Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология», как всегда, по понедельникам «Археология Форбс». В студии Сергей Медведев и сегодня мой соведущий, шеф-редактор Forbes.ru Роман Баданин. Добрый вечер. Приветствуем вас всех в этот тихий московский вечер. Я не знаю, вот почему-то так случилось, что в Москве как-то и пробок нету, и людей на улицах мало, что-то такое прям какое-то затишье в городе. Я прошел сейчас по исторической московской улице под названием Щепок. Ой, там такие сугробы высокие. Я почувствовал себя как в каком-то 1913 году. Сергей, ты чувствуешь какое-то опасение. А, да-да-да. Как автор исторической передачи, ты начинаешь думать, что стоит чего-то бояться. Предчувствие гражданского... Нет, я не это имел в виду, какие-то ностальгические были воспоминания. Вот Иван Бунин сидит в ресторане «Прага», и все это как-то... Ну, вы знаете, да, говоря об истории, такой исторический вопрос, хотят ли русские войны. То есть уже ясно, что русские войны не хотят, но вот тогда такой вопрос зададим, хотят ли русские заниматься бизнесом. Почему в России не хотят заниматься бизнесом? Вот каким вопросом мы решили сегодня задаться. Потому что вышло недавно исследование, исследование глобального мониторинга предпринимательства и также ряд исследований Высшей школы экономики, согласно которым Россия в очередной раз премонстрировала свою уникальность и показала, что россияне реже, чем жители большинства исследуемых стран в этом мониторинге, проявляют готовность открыть свое дело. И вот об этом, обо всем мы хотим поговорить с нашим гостем, это декан факультета социологии Высшей школы экономики Александр Чапуренко. Добрый вечер, Александр Юрьевич. Добрый вечер. Вы уже много лет занимаетесь социологией предпринимательства, так что расскажите нам, собственно, почему. Вот я так понимаю, что есть такой показатель, как предпринимательский потенциал. И вот почему в России такой низкий предпринимательский потенциал? Ну, видите ли, вы сегодня вспомнили 1913 год, я не буду уходить так далеко, я вспомню начало 90-х, когда я только начинал заниматься социологией предпринимательства, еще не зная, что то, чем я занимаюсь, вот так можно обозвать. И мы проводили один из первых больших опросов населения в четырех крупных городах России. Конечно, он непредставительный, возможно, для всей России, но что нас тогда поразило? До 70% респондентов говорили о том, что, разумеется, при наличии прочих предпосылок, здоровья, деньги и так далее, они бы с удовольствием занялись предпринимательской деятельностью. А вот сегодня Россия во главе прогрессивного человечества, но с задней части этого списка действительно 4% взрослых россиян так или иначе включены уже в предпринимательство. Но что еще более тревожит, это то, что всего 2% рассматривают для себя такую возможность. Это означает, что те, кто уже тащит этот чемодан без ручки, они, возможно, его не бросят. Но тех, кто готов был бы присоединиться к такой деятельности, примерно в два раза меньше. Почему это так? Ну, там, наверное, есть разные причины. Я-то основную причину вижу в том, что люди достаточно рациональные. И наши дорогие россияне, взрослые, как правило, в своем ближнем окружении имеют кого-то, кто уже занимается предпринимательской деятельностью. Ну, примерно треть взрослых россиян имеют либо родственников, либо знакомых, которые так или иначе занимаются бизнесом. Знают от них, что это такое, с какими рисками, с какими трудностями, с какими издержками это сопряжено. И делают совершенно рациональный выбор. В России последние 10 лет устойчиво растет так называемый государственный сектор. То есть это предприятия, учреждения, принадлежащие государству, а также государственные институты, где работают чиновники. Вот, где, может быть, не очень высокие зарплатные платы, но все устойчиво. Стабильность. Стабильно. Вот это даже, вот из них, при руме, как бы видим по тому, куда выпускники школ хотят поступать, по популярности. Если там лет 10 назад основной профессией было там, хочу быть там юристом корпоративным. Хочу там на экономику идти. А сейчас государственное муниципальное управление, хочу быть чиновником, неважно каким, вот где, значит, медом намазано. Да, это тоже индикатор, это, повторяю, совершенно рациональный выбор. Дело в том, что есть такой уже старый и мудрый человек, американский экономист Уильям Боумал. Вот он лет 20 тому назад написал статью, которую назвал производительное, непроизводительное и даже деструктивное предпринимательство. И, ну, я не буду на ночь глядя грузить наших слушателей, значит, все его аргументации, но основная мысль его в этой статье заключается в том, что, как бы, доля людей предприимчивых в любом обществе, в любое данное время, примерно одинакова. Ну, вот делают ли они выбор в пользу предпринимательской деятельности или каких-то других видов деятельности, зависит от той системы, так сказать, стимулов. А стимулы зависят от институтов, которые складываются в обществе. И при определенных предпосылках, как он показал, например, на примере XVI века Англии и Китая, страны были примерно на одном уровне развития. Потом, за 200 лет Англия стремительно рванула вперед, а Китай, в общем, остался такой поздней средневековой державой, с развитой культурой, с развитой цивилизацией, но страшно архаичной. Почему? Да потому что так сложилась система отношений в обществе, что в Англии, так сказать, складывались стимулы для того, чтобы искать возможности для своей активности в предпринимательстве, ну, в ту пору, главным образом, в торговле. А в Китае при, так сказать, системе вот этого поливного земледелия, да, нужны были серьезные иерархии, которые контролировали бы согласованные усилия масс крестьян, значит, вертикаль власти. И, значит, место в этой вертикали обеспечивало гораздо более, так сказать, стабильный, предсказуемый доход. И вот он связывает с этим, так сказать, причины того, почему страны по-разному предпринимательски активны. А вот мы в России, вот, что я здесь хочу спросить, в какой степени за это ответственны институты, а в какой степени за это ответственна, ну, так скажем, культурная традиция? Ведь все-таки англичане 16 века отличались, я не знаю, от конфуцианской традиции, как вот, я тоже, мы со студентами изучаем, да, почему там Англия рванула и Запад рванул в 16 веке вверх, а Китай в своем имперском величии остался на месте, начал медленно тонуть, пока окончательно опиемные войны его не добили, и он не погрузился в это столетие позора. А вот, ну так там же, как я понимаю, в конфуцианской культуре предприниматель это было некое необходимое зло, вот, то есть, а в Англии, наоборот, вот эта вот культура достижения, вот эти все веберовские протестантские капитализмы, может быть, это все-таки в культуре прописано, что кто-то хочет быть предпринимателем, а кто-то нет? Ну, вы знаете, конечно, и культура играет свою роль, и немалую, правда, уже в 20 веке было достаточно много написано о том, что и Вебер не совсем был прав, и, в общем-то, есть примеры, где в рамках католической культуры достаточно быстро развивается предпринимательство. Но не будем уходить, опять-таки, в эти дебри теории, поговорим опять о дорогих россиянах. Понимаете, есть такой стереотип, что, значит, российская культура, российская ментальность не очень стимулирует предпринимательскую деятельность. Я бы с этим согласился только отчасти, потому что все опросы, проводимые в России разными исследовательскими институтами на протяжении последних примерно 20 лет, они, наряду с прочим, демонстрируют очень высокий дух и очень высокую потребность в свободе. Причем свобода россиянами понимается не в рамках, вот, так сказать, западной демократической традиции, а понимается, как быть самому себе хозяином. Понимаете, а быть самому себе хозяином предпринимательство – это самая первая и естественная, так сказать, экономическая функция, в которой можно себя таковым ощутить. Поэтому все-таки, знаете, и хотелось бы успокоить себя тем, что, ну, в России от веку так, так было, так есть, так будет, но что-то подсказывает, что, наверное, не загадочная русская душа, а достаточно поддающиеся исследования российские институты являются причиной того, что вот таково положение. – А как, скажем, рост благосостояния влияет на предпринимательство? Ведь тоже, если посмотреть на рост доходов, ну, собственно говоря, у людей над головой не капает, да, что нужно им эти предприниматели. – Ну, вы совершенно правы. – Потому что, да, вот, извините, природа, начало 92-го, я тоже вспоминаю начало 90-х, постоянно какие-то поступали звонки с какими-то дикими предложениями. Звонил какой-то знакомый там, которого я встречал пролётом в Багадане, предлагал куда-то лететь, выращивать грибы в каких-то теплицах. Ещё какие-то друзья предлагали куда-то ехать, везти из Польши какие-то там шерстяные вещи и так далее. То есть каждый день поступали вот такие звонки, потому что это реально было нужно, и вот. А сейчас, по мере роста доходов… – Вы знаете, вы во многом правы. Но тут, значит, не только сам по себе рост доходов сказывается. Действительно, когда человек видит перспективы достаточно спокойного, уверенного карьерного роста, будучи занятым по найму, – когда эти доходы, их рост его устраивают, конечно, у него меньше желания стать предпринимателем. Но это связано ещё и с другим обстоятельством, я бы сказал, с тем, есть ли ниши для такой предпринимательской деятельности и насколько, так сказать, прозрачными являются условия, если вы займётесь предпринимательской деятельностью. И в этом смысле, вот, я думаю, основная причина того, почему россияне, в том числе, достаточно обеспеченные и обладающие, ну, человеческим потенциалом, обладающие знаниями, навыками, которые были бы полезны в бизнесе, в бизнес не идут, связано именно с этим. Очень непредсказуемые условия. Сегодня вы открыли бизнес, а завтра он стал бизнесом какого-нибудь чиновника, который, значит, вот, воспылал страстью к вашему успешному предприятию. Вот это тоже, да, Роман. Вот в том исследовании, про которое мы говорим, есть удивительный термин, на мой взгляд, вынужденное предпринимательство. У меня вопрос для начала, чтобы всем было понятно. Вот кто такой вынужденный предприниматель, его социальный портрет в российских условиях, наверное, сейчас его можно сравнивать с некоторыми странами, переживающими не очень хорошие экономические времена, если можно, можете объяснить. Да, вынужденный предприниматель, вот как раз в этом исследовании, о котором мы говорим, разделяют предпринимателей по типу, так сказать, мотивации, которая толкает их к предпринимательству, на две большие группы. Понятно, что это, как бы, крайние точки, между которыми большой спектр, так сказать, сочетаний того и другого. Значит, это добровольные предприниматели, так называемые. То есть те, кто делает этот шаг сознательно, либо в силу того, что он настолько креативен, что он не может свои идеи реализовать в рамках иерархии, да, ему требуется быть самому себе хозяином, либо потому что он стремится к максимизации дохода и, так сказать, взвешивая, сопоставляя, считает, да, вот здесь я могу расти, так сказать, мой доход и благосостояние семьи будут расти такими-то темпами, а если я уйду с моей фирмы, так сказать, связи у меня есть, капитал я привлечь могу, клиентам неизвестно, то я буду расти гораздо более высокими темпами. Вот это две разных фигуры добровольных предпринимателей. Но есть и вынужденные предприниматели. Представьте себе человека, который, трудовая книжка которого лежит на лежачем на боку предприятии, это предприятие является градообразующим, другой работы найти невозможно, по каким-то причинам он не может уехать в соседний крупный город, где там каким-то образом, вахтовым методом работать, да, и вот тогда предпринимательство становится для него вынужденным выбором. И я хочу сказать, что вот, казалось бы, такие психологические нюансы, но они очень важны, потому что вот все исследования, проводимые по этой методике, они проводятся давно во многих странах, показывают, что вынужденное предпринимательство – это очень мелкий бизнес, который, если успешен, то не растет, почти не дает дополнительных рабочих мест, потому что человек ориентируется на то, чтобы жить не хуже других. Ну, челноки, например, те же 90-е годы. Да, разного рода, так сказать, бомбилы, которые потом, ну, если были более удачливыми, становились хозяевом небольшого таксопарка, где помимо него там еще 3-4 человека бомбят, но он, как бы, так сказать, организует диспетчерскую службу и так далее. Понятно. Ну вот о вынужденном и добровольном предпринимательстве, о том, собственно, почему у нас в России так мало людей хочет открыть собственный бизнес, и мы сейчас поговорим после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология», «Археология Форбс». Сегодня мой соведущий, шеф-редактор Forbes.ru Роман Баданин в студии Сергей Медведев. И сегодня мы с нашим гостем Александром Чапуренко, деканом факультета социологии Высшей школы экономики, пытаемся понять, почему в России так мал процент людей, которые хотят открыть собственное дело. Почему у нас так мало предпринимателей? Вот Александр Юрьевич озвучивал цифру в 4%. У меня здесь, вот, например, цифры записаны в составе взрослого трудоспособного населения. 24% в Китае, 23% в Чили, 12% в США и всего 4% в России. Вы знаете, хочу, чтобы вы подключились здесь к разговору, наши слушатели. Телефон наш студийный 65 10 99 6. Вот скажите нам, как вы считаете, есть ли какая-то культурная, может быть, предрасположенность, да? Являются ли русские хорошими предпринимателями? Как вы считаете? 65, 10, 99 и 6. Являемся ли мы хорошими предпринимателями? Готовы ли мы психологически стать предпринимателями? Ну, а я вот хочу вас спросить, собственно, вот это вот вынужденное и добровольное предпринимательство. А где, как оно проявляется? Вот, скажем, город и село в Москве больше какой процент каких предпринимателей? Ну, вы знаете, конечно, больше вынужденное предпринимательство связано с малыми городами. В сельской местности его меньше, потому что там люди занимаются подсорным хозяйством, живут на какие-то небольшие доходы от него, фактически это полунатуральное хозяйство, но предпринимательством они не так занимаются. А вот малые и средние города. В крупных городах, конечно, ситуация другая. В принципе, есть некий рынок рабочей силы, и в этом смысле становиться вынужденным предпринимателем нет такой нужды. У нас уже первая... Понятно, понятно. У нас первые звонки на линии 65, 10, 99 и 6. Являемся ли мы русскими хорошими предпринимателями? Михаил. Да. Да, добрый вечер. Я считаю, что русский является ведущимся предпринимателем, потому что пережить все эти 90-е годы и сейчас-то, и поднять страну, скажем так, поднять на самом деле из того, чего довели там пройдущие поколения, да, мы можем только русским людям, которые жертвуют собой ради вот именно этого бизнеса. Михаил, а разве предприниматели подняли Россию в последние... И ради какого бизнеса кто чем пожертвовал? Ну, вот я там имею бизнес, да, там, я там, там, ну, до 100 человек, да. У меня начинается рабочий день с 7 утра, заканчивается в 2 часа ночи. У меня в воскресенье я себе позволяю поспать, там, не знаю, там, до 11, да. Я 24 часа на связи. Вот. И бывает, что так, денег, то есть я зарабатываю даже меньше, чем мои сотрудники. Вот. Я считаю, что это, там, не знаю, там, предпринимательство, да. Ну, да, ну, вы работаете за идею, вам интересно, вы чувствуете какую-то полезность того, что вы производите? Ну, у меня проектная организация, естественно, вот главная тут обязанность, понимаете, да. Понятно. И, наверное, ответственность за своих сотрудников. Ответственность, да, да, я не могу бросить. Сотрудник, у него там, какой-нибудь там, не знаю, там, у него открылась чакра, он уехал на полгода в Индию, да, там, да. Другой там, там, жена беременна, я там улюблю, не могу там месяц работать. Я говорю, не могу себе позволить, у меня нет выходных. Понятно. Ну, что ж, Михаил, Михаил, да. И все люди, которые, вот, круг вот бизнеса, которые, поэтому абсолютно правильно, вы, там, что и сказали, что 4% там только хотят. Да какой идиот, да, в стране, когда можно, там, быть чиновником и не отвечать ни за что, или даже быть сотрудником, даже моим сотрудником, да, и другого сотрудника. Получать, там, в Москве, там, по 100 тысяч, и, там, когда хочешь, там, уезжать, там, когда хочешь, приезжай, сказать, до свидания, там, вот. Понятно, понятно, Михаил, спасибо, что называется респект, респект и уважуха. Вот, голос предпринимателя. Александр на линии, слушаем вас. Добрый день. Добрый вечер. Я тоже предприниматель, у меня консультантный бизнес, на протяжении 20 лет, я помогаю людям создавать компании, таких предпринимателей, как я, несколько тысяч. И мне кажется, что малое предпринимательство не уделяется внимания ни в прессе, ни в исследованиях. Я знаю только Элла Паньях, которая выпустила книжку о том, как люди достигают какого-то результата в малом бизнесе. Больше все остальное заполнено какими-то стереотипами, большей частью ложными, потому что, ну, говорит, что нам мешает предпринимательству? Посмотрели вокруг, говорят, ну, давайте регистрацию прости, или еще что-то. Я считаю, что основа предпринимательства закладывается в детстве, и главное, что люди не умеют писать. Писать, естественно, планы. Если заставить написать план, там, я спрашиваю и студентов, и у себя в конторе работников, говорю, у кого есть план на 20 лет написан на бумаге или на компьютере? Ни у кого. Все боятся перед собой ответственности, никто не умеет написать бумажку. А откуда, откуда это, Александр, как вы думаете? Вот вообще, вот у нас в русской культуре есть этот дух предпринимательства, необходимость, ну, там, не знаю, предрасположенность к стратегическому мышлению, составить какой-то бизнес-план? Я не утопичал, у нас есть и то, и другое, у нас жестко внедряют стереотипы, что предприниматели все воры и убийца, значит, по-моему, Дондурей только говорил о том, что давайте хоть какое-нибудь кино снимем позитивное про предпринимателей, которого полно в Америке позитивных предпринимателей. А у нас предприниматели обязательно идут, даже просто какой-нибудь легкий фильм, там обязательно предприниматели идут, какое-нибудь негативное лицо. Между делом так плюнут в эту сторону, обязательно. Да-да-да, понятно. Они говорят, как же штамп, иначе там кино смотреть не будут. Понятно, Александр, спасибо. Спасибо, да, вот видите, как бы все, гости нашей студии, Элла Паньях у нас здесь выступала, и Даниил Дондурей многократно. Да, Александр Ильич, действительно, вот этот стереотип антипредпринимательский, он как-то очень сильно прописан у нас в психике. Да, Александр, несколько вещей очень важных, на мой взгляд, затронул. Первое, вот то, о чем вы сейчас сказали, стереотипы, действительно, то, как масс-медиа рисуют по предпринимателя, очень сильно влияет на то, чтобы человек, ну, вообще задумался. Слушайте, а вот есть же вот эти люди, вот они же тоже чем-то занимаются, может быть, и мне попробовать. Да, и, конечно, когда вот так, как у нас в прессе, вы будете, значит, возможно, удивлены, моя студентка года два тому назад написала работу, я попросил ее сопоставить образ предпринимателя, ну, в массовых газетах и в деловых изданиях. Я сам не поверю, когда она мне показала, но выяснил, что в деловых изданиях образ предпринимателя выглядит гораздо более негативным. Понимаете? Значит, ну, если так, да, то, конечно, это сильно бьет, фигурально говоря, по рукам тем, кто, может быть, хотел бы этим заняться. Вторая важная вещь, которую Александр сказал, что никто не готов написать план на 20 лет. Послушайте, когда мы не знаем, какое тысячелетие у нас будет на дворе через 2-3 года, фигурально выражаясь, политическое, экономическое. Политически, да, я не знаю, в каком это еще лет я сейчас, да. Какие могут быть, так сказать, долговременные планы? Это очень сильно, конечно, влияет на готовность заниматься предпринимателем. Потому что предпринимательство дает отдачу только на долгосрочном каком-то отрезке, да. Потому что первые несколько лет это только кровь, пот и слезы. А вот Михаил 20 лет уже занимается, и только, видите, только кровь, пот и слезы, да. Но у него другое. Он действительно, видимо, очень болеет за своих людей, как бы тащит этот ВОЗ именно поэтому. Но, в принципе, рационально, да, если вы понимаете, что 10, 15, 20 лет вы можете заниматься бизнесом, ничего не изменится в стране так, чтобы это было непредсказуемым изменением, да. Конечно, это подталкивает людей. А когда этого нет, трудно, трудно убедить себя, что нужно впрячься в этот ВОЗ. Ну, мне, видимо, тут следует чуть-чуть с реабилитирующих позиций. Про деловые издания, да. Ну, если почитать деловые издания на предмет того, как они пишут о чиновниках или о госкапиталистах, в общем, там слов хороших можно встретить. Еще меньше, да. Вы понимаете, вот у меня один близкий знакомый называет ситуацию вот на рынке наших трудовых ресурсов, квалифицированных трудовых ресурсов антиконкуренцией. Он по долгу службы часто общается с государственными банкирами, а также с людьми, которые получают их подряды. Ну, и, в общем, он ситуацию описывает просто. В какой-то момент я узнаю, что его машина в 8 раз дороже моей. И этим все понятно. Этот пример гораздо важнее, что напишут о чиновниках и о бизнесменах деловые издания. Этот пример важнее для него, для многих его, ну, скажем так, людей его уровня. Вот мы опять, да, мы приходим к вопросу институтов, потому что, собственно, и короткое плечо планирования, да, и вопрос дороговизны машины или часов чиновника, это все к вопросу о качестве институтов. Вот действительно, Александр Юрьевич, здесь очень важная вещь вы озвучиваете. Очень сложно в России быть предпринимателем, когда у тебя, так сказать, собственно, и банковское, да, такое короткое плечо, и, собственно, и планирование, и ты не знаешь, что будет с местными властями, с местным губернатором, в зависимости от, так сказать, от местной власти. Это действительно так, что Россия такая близорукая страна, оно подрывает в самой своей основе предпринимательскую культуру. Снова слушаем наших слушателей 65, 10, 99 и 6. Легко ли в России быть предпринимателем, и являются ли русские сами по себе хорошими предпринимателями? Виктор. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Сколько драни подняли, что уже не знаю, про какую говорить. Вот, ну, насчет того, что легко ли или нелегко, ну, наверное, скажем так, нелегко, это однозначно, так? Вот, потом ваши, ну, русские лиги, в отличие от иностранцев, больше привержены этому или нет? Ну, тут ответ на поверхности, если вспомнить нашу историю последних, там, 100 лет, вот и весь ответ-то, в общем, и последние 20 лет даже. Понимаете, ну, как можно эти вопросы, так сказать, например, в зависимости от предыдущей истории рассматривать? Никак. Согласны? Ну, да, нет, есть, есть, и, Виктор, согласен, есть предыдущая история, но здесь я тоже скажу, что все-таки это надо рассматривать в контексте возможностей. Потому что, конечно, мы привыкли вот всегда говорить, что да, и плохой климат, и вот это doing business, вот эти все эти обзоры показывают. Но я вам скажу такую вещь, у меня есть знакомый вот именно предприниматель. Хороший друг, я скажу. Ну, он поднял очень серьезный инновационный бизнес. И вот мы с ним часто начинаем разговоры о политике, и я говорю, ну, вот как все плохо, и тут давят, и там давят. Он говорит, ну, понимаешь, вот я сравниваю бизнес на Западе и в России. Все равно в России количество возможностей, которые там в больших городах, там, в Москве, Петербурге, ежечасно возникают на каждом углу из воздуха, они все равно в разы больше, чем все есть в этом абсолютно идеальном Западе, где тебе чиновники все дорожку ковровую расстелят, дадут банке кредиты дешевые и так далее. И все равно вот это вот такое у него предпринимательская жилка, и меня это как-то вот очень впечатлило. Ну, в этом и уникальность нашего примера, что при таком количестве окон возможностей мы имеем 4% предпринимателей. А, ну да, то есть это еще больше фактически наше... Это еще больше, да, формирует вот это искривленное наше пространство. Да. 65, 10, 99 и 6. Легко ли в России быть предпринимателем? Юрий. Да, здравствуйте. Я вот, пользуясь случаем, хотел бы спросить у ваших гостей. Да. А вот как вот было во времена, в царские времена, там, до революции? Ведь купечество, это был такой слой предпринимателей, совершенно невероятный. Купец, он поднимал не только свою семью, но и все семьи крестьянские, которые от него зависели. Вот вы говорите, существует ли связь у русского человека и у предпринимателя? Я считаю, что русский человек, он изначально был профессиональным предпринимателем. Просто мы забыли, может быть, эту культуру. Понятно. Спасибо, Юрий. Да. Что скажете? Ну, вы знаете, да, Россия, конечно, поздно вступила на путь развития такой, действительно, рыночной экономики. И можно говорить, что практически с середины XIX века началось такое бурное развитие купечества. Да, российское купечество, о нем можно говорить очень много. Оно в известной мере было связано со старообрядчеством. Об этом тоже много написано. Что, в первую очередь, старообрядцы чаще становились на путь бизнеса, на путь предпринимательской деятельности. Как те самые веберовские протестанты, может быть. Да, как те самые веберовские протестанты. Еще одной чертой той ушедшей российской предпринимательской культуры была, конечно, высокая верность взятому слову. Потому что сделки заключались только, так сказать, пожатием руки. И третье, что многократно уже, так сказать, было описано и в художественной литературе, и в кино, и в литературе научной, это то, что вот это купеческое российское предпринимательство, оно отличалось высоким уровнем ответственности за то общество, в котором оно живет. И больницы, и школы, и все прочее. Но, понимаете, я бы хотел все-таки сказать, прошло слишком много времени, сменилось несколько поколений. И, в общем, конечно, можно сегодня оглядываться на эти традиции, но, как мне представляется, причиной и предпринимательской активности, и неготовности к предпринимательской деятельности сегодня надо искать все-таки не в культуре 18-19 века. Хотя ее надо знать и помнить, а надо искать в сегодняшних отношениях. Согласен. И вы знаете, тоже вот скажу по истории, в отличие, скажем, от Западной Европы, у нас предприниматель, я вот не помню, по-моему, это про Запад, говорил Томас Пен, что купец является доверенным держателем общественного блага, общественного богатства. Это было центральное лицо западноевропейской истории. Он формировал города, он формировал третье сословие, он противостоял королевской власти. А наши купцы? Ну, посмотрите Гоголя, да? Посмотрите, не знаю, наш купец Чичиков, да, наш предприниматель, классический русский предприниматель Чичиков. Или, скажем, купцы бедные в ревизоре, которые, так сказать, уже не знают, кому какую взятку привезти, и которые городничий может по первому приказанию высечь. Вот, так что мне кажется, что вот здесь нужно поговорить еще о такой вещи, как ресурсный рентный характер российского государства, что при царе Горохе, что при царе Владимире, что я имею в виду Владимира Владимировича. Вот, и в этом рентном, в этой рентной системе русского государства предпринимателю очень сложно выживать. Ну, я бы сказал, что в этом рентном, в этой рентной экономике есть три возможности. Первое, сразу стать очень большим, чтобы с тобой считались на политическом уровне. Это не значит, что тебя освободят от поборов, да, там, официальных, неофициальных, но, во всяком случае, масштабы своей деятельности поднять до такого уровня, чтобы, как бы, разрушение такого бизнеса было чревато проблемами и для того, кто вознамерился бы это сделать. Второе, это быть настолько маленьким, да, чтобы вот эти, как бы, политические предприниматели, которые постоянно мониторят рынок в поисках, где бы, чего бы, еще у кого бы откусить, ну, как бы, погнушались бы. Ну, потому что дороже себе вот стоит, ну, хотя, конечно, мы видели бравых, разовощеких ребят, которые там бабушку с пучком редиски гоняют, да, но, но в общем и целом, конечно, вот, ну, совсем мелкий бизнес, он не так интересен для захвата. Есть еще третий путь, по которому идет часть российских предпринимателей, значит, вот, был один американский экономист, Берч, он называл, делил предпринимателей на три класса слоны, о слонах я уже сказал, мыши, о мышах я тоже сказал, и газели. Это бизнес, который, что такое газель, это изящное животное, которое умеет быстро бежать, причем может долго бежать быстро, так что, там, тигр или, там, гепард, который погонится, очень быстро отстанет, да, вот, газели, это в основном средний, среднекрупный бизнес, который начинался, может быть, где-то в гараже, который быстро растет долгие годы и достаточно, ну, скажем так, интеллекта, емок, чтобы, значит, чиновнику легко можно было встроить его в свои схемы отъема, распила, отката и так далее. Интересно, да, прежде чем идем на перерыв, так вот подумать, вот эта вот схема газелей, она как-то коррелирует с нашими вот этими легкогрузными газелями, которые ездят тоже, да, такой один из символов мелкого и среднего бизнеса. Почему так сложно в России быть предпринимателем? Являемся ли мы русскими хорошими предпринимателями? 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Вернемся к вашим вопросам сразу после перерыва. 65 10 99 и 6, телефон в студии. Мы у нас сегодня в гостях Александр Чапуренко, декан факультета социологии Высшей школы экономики. Говорим мы о социологии предпринимательства. Легко ли в России быть предпринимателем? И почему такое малое количество людей, всего 4% населения, готовы у нас быть предпринимателями? Дмитрий у нас на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Вы говорили, кто, ну, в чем больше причина, да, в институтах или в населении? Да. Мне кажется, что все-таки больше в населении. То есть можно преклоняться перед теми людьми, которые видят там любую окошко, любую возможность, но вполне себе достойны малый бизнес, да, то же самое, там, не знаю, детский сад, парикмахерская и так далее. И если сейчас, скажем, государство, вот у нас Путин, с одной стороны, говорит, что ребенок это норма, а с другой стороны, подписывает закон о том, чтобы садик, да, 100%, и при этом садиков, ну, нехватка. Ну, я не экономист, но, наверное, например, облегчить, например, для таких предпринимателей работ, там, регистрацию, не брать с них налоги. Потому что, ну, мне кажется, государство просто не определило, что вообще для него важно. То есть что такое сильный государство? Сильный государство это большая труба или это, ну, сытые, здоровые, образованные граждане, да? И в чем, как бы, вот, ну, развитие государства в гражданах или вот в какой-то там этой трубе газовой? Да. Да. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Да, очень-очень верно говорите. Вот, видите, Дмитрий начал с того, что проблема в населении, а кончил тем, что проблема все-таки в государстве, да, которое, к сожалению, не создает условий для того, чтобы можно было заняться бизнесом, создав частный детский сад. Так кто же все-таки, что же является первопричиной такой слабости предпринимательской культуры у нас? Государство или люди? 65, 10, 99 и 6. Игорь на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, как бы, такой взгляд. Ведь все-таки, чтобы население в массовом порядке шло в предпринимателя, должен быть какой-то стадный рефлекс у него пробужден. Но этим никто не занимается, потому что это никому не нужно. Ну, вот, ситуация в реальной жизни обстоит таким образом, если человек, вот, реально, где-нибудь у него появились деньги, например, он получил наследство, например, да, как источник поступления, и хочет заняться бизнесом. Он не может не найти ни консультантов по психологии, чтобы понять, каков его профиль, в какую сторону ему идти. Он не может найти реальных предпринимателей, которые бы его тоже на первых шагах бы поддержали и открыли глаза, куда он вообще лезет. А также риски, которые совершенно невозможно просчитать. Потому что никакой статистики реально нигде взять невозможно. Понятно. В этом проблема. Тут институты, институты, институты. Тут ведь, пожалуй, вот о чем стоит поговорить. А насколько, ну, предположим, займемся гипотетикой, а насколько власти выгодно вот такое стадное формирование большого слоя, надеющихся на себя... Хороший вопрос. ...мыслящих самостоятельно и не зависящих от бюджетной зарплаты слоя населения? Насколько? У меня нет уверенности, что очень это важно нашему государству. Ну да, Александр Ильич, вот, невзирая на все эти, так сказать, наши громогласные программы, сколковые, поддержка малого-среднего бизнеса, а нужен ли, грубо говоря, этот независимый? Да, это большой вопрос. Знаете, в 90-е годы по наивности я думал, что нужен. И многое активно участвовал в различных комитетах, там, палатах, писал много документов. Вот. А с течением времени, как бы, что-то у меня в голове стало проясняться, и последние лет 5-7 я этого не делаю, по той простой причине, что я не вижу у нынешнего государства запроса на такого рода консультирование. Действительно, наверное, никакое государство не заинтересовано в том, чтобы предприниматели размножались стадами. Просто нет, как бы, знаете, есть такое понятие, как предложение предпринимательства обществу, есть такое понятие, как спрос общества на услуги предпринимателей. Спрос тоже, в общем, как-то, ну, ограничивает это предложение. Да и нет такого количества людей, которые по своим, там, личным качествам и так далее готовы были бы стать предпринимателями. Но все-таки существуют определенные формы, программы поддержки. Здесь я бы хотел сказать, что сильное государство – это, наверное, умное государство. Это государство, которое видит свою силу в том, чтобы четко выделить разные целевые группы, да. Есть человек, которому нужно помочь, дав ему знания, ему не хватает знаний. Есть человек, у которого есть знания, есть хорошая бизнес-идея, но нет капитала, ему надо его свести с бизнес-ангелом, да. Ну и так далее, и так далее. Здесь очень много проблем у нас в России. Роман. Да, я вот что еще хотел сказать. Ведь сигналы о том, что государству в нынешнем изводе не нужна вот эта конкурентноспособная прослойка, они приходят совершенно из разных областей. Я обращу внимание на новость, совершенно не имеющую, на первый взгляд, отношения к бизнесу сегодняшнюю. Мы все знаем, что уволили президента Дагестана, при этом назначив его заместителем главы администрации. Мы в какой-то момент думали, что вот у нас место для отставников, которым нужно что-то дать, существует только в Совете Федерации. За последние два года вот эта демонстрация того, что ты не справился, но для тебя найдется место, ну она абсолютно. Мы знаем, что на 400, по-моему, человек увеличилась администрация президента, просто за счет тех людей, которых уволили из правительства. Теперь оказывается, что на ходу перекраивают полномочия даже для того, чтобы пристроить, в общем-то, снятого по делу президента республики. Ну вот они, примеры того, что не нужна конкуренция. Ну да. Да. Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, мне 47 лет, я работаю в Москве. Буквально я 30-го числа собираюсь получить документарегистрацию своей компании, вместе с партнером. Молодец, поздравляю. Я могу сказать, что это все вещи. Да, на самом деле тяжелый путь, и я очень долго думал о том, делать это или не делать. Но на самом деле меня мучают только два вопроса. Смотрите, сейчас 50% экономики – это госпроисприятие. И то, чем я занимаюсь, а буду заниматься, оно во многом контактирует с государственным сектором. Без взяток там просто не обойтись. Понимаете, у меня есть знакомые, которые работают в госсекторе, и я когда разговариваю с ними о том, что как, возможно ли работать так, что без взяток просто не обойтись. И вот это проблема. Я не хочу давать взятки. Вот в чем проблема. Да, да. Но, извините, отнимать 50% рынка – это тоже тяжело. И сейчас я нахожусь в ситуации, когда для меня просто такой достаточно серьезный внутренний выбор между тем, как работать и что делать. Я уверен, что мы, допустим, сможем существовать нормально и без крайних мер. Но я не понимаю, почему, допустим, для меня государственный сектор становится закрытым по этой причине. Да, понятно. Вот это проблема. Я хочу сказать, что налоги – это не проблема. Открыть фирму – не проблема. А вот быть конкурентным на рынке госуслуг – это реальная проблема. Ну да, это как бы уже не рыночные механизмы, это не рыночные риски. Не рыночные абсолютно механизмы, понимаете. Я, допустим, мы работаем в сфере ресторанного бизнеса, мы торгуем классным импортным немецким оборудованием, но туда не попасть. Там сидят люди, которые просто хотят получить 30-40-50% стоимости оборудования. Для меня это неприемлемо. А, извините меня, выживать как? Вот проблема. Как ее решать? Спасибо, спасибо. Ну да, здесь ключевое. Да, к сожалению, это проблема, которую, наверное, можно решать только системно. Значит, я много в последние годы об этом пишу и говорю. Понимаете, у нас одно из проявлений то ли небольшой силы, то ли небольшого ума, то ли дьявольской хитрости государства является то, что одной из форм поддержки малого и среднего бизнеса считается расширение участия в госзаказе. Но все мы прекрасно знаем, как в России организован госзаказ. И по-другому, в такой общественной системе, которая сложилась у нас, он быть организован не может. И это значит, что если вы педалируете именно эту форму господдержки, то вы стимулируете все, что угодно. Коррупцию, я не знаю что. Но только немалый и средний бизнес. А что тут делать? Ну, наверное, искать потребителей на рынках, не связанных с государственными предприятиями. Хотя я понимаю, конечно, сегодня столовых, ресторанов полузакрытых гораздо больше в государственных предприятиях. Малый и средний бизнес себе, как правило, не может их позволить. И поэтому, наверное, вы вынуждены рассматривать это как один из главных сегментов своего рынка. Ну да, здесь же, вот снова возвращаясь к тому, что вы сказали, эта классификация есть инновационное, непроизводительное и деструктивное предпринимательство. И вот эти чиновники, которые хотят 40% отката от ресторанного оборудования, о котором говорит наш слушатель, это вот и есть то самое какое-то уже, наверное, деструктивное предпринимательство. Фактически они осуществляют коррупционный налог или рейдерство. Те же люди из списка Магнитского, это же тоже предприниматели, фактически. Да, они сделали некую предпринимательскую схему по, так сказать, возврату налоговых денег из бюджета. Антон на линии. Алло, да, 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 да. Да, выключите радио, пожалуйста, а то фонит, да. Смотрите, на самом деле, я вот там с предыдущим оратором полностью согласен, соответственно, есть ли там налоги, все остальное не проблема. У вас прозвучала идея, что куда не плюнуть, в принципе, действительно возможности очень много. Поэтому, если не ориентироваться на государство, ориентироваться на розницу, то действительно можешь делать. Вот у меня главная проблема, как у бизнесмена, очень простая. Воруют много. То есть, если бы таланты нашего менеджмента среднего звена приложить к тому, что не придумать, как воровать у собственника, а создание тех же новых бизнесменов, у нас было дофига бизнесменов. То есть, по моему мнению, это большой класс, а людей, которые талантливы, способны, но гораздо более простой способ, это воровать у собственника, чем создать что-то свое. В основном, я из твоего опыта с этим сталкиваюсь. Да, да, очень-очень верно. Вы знаете, тоже продолжить тему. В прошлую среду у нас был эфир с Юрием Сопрыкиным и Иваном Засурским, вот буквально то же самое. В этом и говорили, я не помню кто, цитировал какого-то западного предпринимателя. Он говорит, я не могу понять вас, русских, какую зарплату человеку не дай, а вот ему все равно гораздо важнее изобрести какую-то схему и у тебя украсть. Ты ему любую, не знаю, положи там 20 тысяч евро в месяц, все равно вот ему гораздо важнее, пусть там, не знаю, 3 тысячи, но вот украсть у тебя, вот найти какую-то схему. Или чайные пакетики вынести. Да, да, или вынести. Вот что с этим делать? В этой связи хочу вспомнить известную фразу из рекламного ролика. Я не халявщик, я партнер. Надо постараться, я понимаю, конечно, что это легче сказать, чем сделать, легко советовать сидя в студии, но тем не менее, постараться сделать своих менеджеров заинтересованными в том, чтобы их энергия тратилась на развитие внутрифирменных инноваций, в которых они могли бы поучаствовать сначала как генераторы идей, а потом как люди, которые снимают с них сливки. Значит, это то, что называется внутрифирменным предпринимательством или интропринерством. А, интропринерством. Интропринерством. То, к чему пришли крупные корпорации на Западе, когда столкнулись ровно с этим. Ну, может быть, не с воровством, а с тем, что мотивация ослабевает у менеджеров. И нужно что-то такое придумать, чтобы придать фирме новый импульс. И стали развивать различные программы стимулирования внутрифирменных инноваций, выращивания их, вплоть до выделения потом в дочернюю фирму с контрольным или близким контрольному пакету, принадлежащим тому менеджеру или тому сотруднику фирмы, который, как бы, придумал этот проект, да? Вот. Но, понятно. Но их технологий не существует. Это же проблема еще и так же институтами решается. В системах с развитыми институтами, будучи пойман с доказательной базой единожды. Ну, в общем, если ты трейдер со СИТ-женераль, пойманный на краже, то потом ты разве что можешь устроиться автором автобиографии. Пусть это будет много денег тебе принесет. Ну, в общем, это потолок. А у нас, ну, есть ли у нас уверенность, что будучи пойманным в одном месте, человек не найдет себя в неконкурентной среде где-то еще? Ну да, да. Вопрос неконкурентной среды. 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Легко ли в России быть предпринимателем? Светлана на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела еще вот такой аспект затронуть, не знаю, может, говорил уже кто-нибудь, что в свое время, когда началось предпринимательство, в это во все ринулись очень много народу, ну, как их назвать? Ну, бандиты, не бандиты, я не знаю, как правильно сказать. Силовые предприниматели называют их наш общедруг Вадим Волков. Да, грамотно. И сейчас все это так срослось уже с властью, что простому начинающему просто человеку с обычными, так сказать, возможностями вникнуть туда, то есть начать что-то делать очень тяжело. Ну, понятно, порог входа высокий. Все проплачено, да, и просто так туда попасть. Понятно, понятно. Светлана, спасибо. И вот тоже, кстати, вопрос на уточнение. А вот по вашему опыту, Александр Юрьевич, насколько высок процент женщин у нас из предпринимателей, стартаперов? Ну, вы знаете, принято считать, что русская женщина, она может только в горящую избу войти, да. Но на самом деле, учитывая то, что нам исторически досталось общество с очень высоким уровнем образования женщин и с очень высокой долей участия женщин в экономике, чего не было во многих развитых странах Запада, уровень участия женщин в предпринимательстве у нас примерно такой же, как и в развитых странах. Просто женское предпринимательство, оно, ну, в силу разных причин, в том числе и социальных, и психологических, оно немножко другие ниши выбирает женщины. Во-первых, как правило, чуть позже стартуют, да, вот мужчины в возрасте 25-30 лет делают уверенный шаг в бизнес. Женщины, там, ближе к 40 или за 40, когда? Да, когда, во-первых, они уже обросли сильно социальными связями, накопили опыт, и им полюбилась какая-то идея. Идея, как правило, связана с каким-то предпринимательством, обслуживающим социальные какие-то вещи. Вот детские сады. То есть человеческие факты. Да, 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 вот что-то связанное там с обслуживанием инвалидов и так далее. Вот это, как бы, вот та естественная ниша, в которой женское предпринимательство чувствует себя достаточно хорошо. Но, опять же, в силу, ну, гендерной специфики, женщины не очень умеют разговаривать с банкирами, а банкиры не очень любят доверять женщинам, поэтому женский бизнес очень ограничен в ресурсах. Даже успешный, сравнительно успешный бизнес женский, как правило, остается маленьким, не может привлечь внешних ресурсов. Ну да, патриархальная культура у нас в этом смысле, конечно. Хотя у меня есть знакомые очень сильные, успешные женские бизнесы, но вот, мне кажется, чаще они ведут себя по мужским сценариям, по крайней мере, в бизнесе. Владимир у нас на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я вот слушаю, и вы, вот этот, если взять грипп, вы обсуждаете его верхнюю часть. Она актуальна, она болезненна, но мне бы хотелось подсказать именно вот эту саму его основную часть, вот эту ножку, вот этот тержень, на котором зыблится вот все отношения. Мы должны понять, что все отношения наши в этом государстве, они зыблится на не системе мотивации, а на системе принуждения. Кардинально в системе принуждения система мотивации отсутствует. Вот яркий пример, это все то, что вы сказали сверху над этой крышкой. Кардинально нужно менять саму систему отношений. Во-первых, это воспроизвести человека в рамк гражданина, как первичная фаза рыночных отношений, потому что человек ничего не стоит. А гражданин, это же есть социальное, максимальное социальное длино. Второе, это первичное право, свобода гражданина заниматься всем, чем он хочет, что не запрещено законом. А функция в государстве в этом отношении, это есть система контроля и распределения. До тех пор, пока не будет кардинально изменено вот эти отношения, у нас ничего не получится. Понятно, Владимир, я вас понял, у нас, к сожалению, спасибо, время в эфире просто кончается, буквально минутка нам осталась. Но мне кажется, здесь вот то, что Владимир говорит, исторически, собственно, так и получалось, что это генезис свободы в западном обществе. Абсолютно согласен. Тут просто вопрос, как бы, курица и яйца, понимаете. Владимир говорит о том, что нужно, чтобы общество как-то изменилось, и тогда сложатся условия для развития предпринимательства. Я бы поставил вопрос по-другому, что, к сожалению, общество само по мгновению, так сказать, палочки или потому, что власть придержащая, вдруг прозреют и устыдятся, не изменятся. И вот те 4%, да, которые стали предпринимателями, и те 2%, которые присматриваются к этому, вот они являются своего рода ледоколами, да, которые эту заледенелую глыбу могут сдвинуть. Могут и взломать. Ну что ж, мне кажется, что те люди, которые нам звонили, они относятся к этим 4 плюс 2%, мне кажется, мы в какую-то такую жилу попали, и буквально шквал звонков. Спасибо вам огромное всем звонившим. Ну и спасибо нашему гостю Александру Чапуренко. Спасибо большое. Да, декану в Культете социологии. Мой соведущий Роман Баданин. Это программа «Археология». Финам.ФМ. Доброй ночи и удачи. Финам.ФМ. Доброй ночи.